Завтра исполнится ровно два года, как состоялся второй тур всенародных президентских выборов. Все помнят, как на ходу трактовали правила для подзабытой процедуры предвыборной кампании и самих выборов. Но я сегодня не об этом. Об этом будет следующая программа. Я просто хочу сказать, что и те выборы, и последующие, например, генпримара Кишинева, и выборы до них, партии, участвующие в гонке, чувствовали себя неуверенно. В куларах они говорили так. Нет ясных и четких правил. Правил одинаковых для всех. Теперь нам снова предлагают новые для парламентских выборов. И я хотела бы понять, насколько они продуманы, а главное, насколько реализуемы. Вы смотрите Полюс. Здравствуйте. Я представляю гостей, людей, которые добрались сегодня до Полюса. Владимир Цуркан, депутат, представляющий партию социалистов, председатель парламентской комиссии по правам человека. Владимир Боля, председатель столичной территориальной организации ПДС. Здравствуйте. Добрый вечер. Корнил Дудник, депутат, представляющий демократическую партию Республики Молдова. У вас сегодня премьера в нашей программе. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, давайте вот начнем с самого начала и поясним телезрителям, что вот эти правила, о которых я сейчас говорила, они проголосованы в первом чтении и касаются, они неких как бы послаблений, да, считается. То есть уже будет разрешена агитация в день тишины, в день выборов. На полном серьезе обсуждается вопрос, значит, постановки камер. Вот все эти новшества, которые обсуждаются сейчас и в обществе, ведь не только депутатами. Я хотела бы, чтобы вы сказали так, вот вы в целом разделяете эти предложения премьер-министра и вообще демократической партии? Почему да, почему нет и частично? Господин Боля, вы как, разделяете? С чего начнем? С камер или с... Вот кратко, если можно. Это вот нравится, это не нравится или все нравится? Мы не поддерживаем ни одно из этих явлений, потому что, в принципе, то, что мы имеем на сегодняшний момент, это изменения вообще в ходе игры, правила игры и не в лучшую сторону. В конечном итоге ничего хорошего из этого не получится, хотя все это одевается в такую хорошую конфетку, но в конечном итоге получится очень плохо. То есть вы здесь заподозрили, что власть нечто другое имеет в виду? Смотрите, когда говорим про камеры на каждый избирательный участок, казалось бы, очень хорошая идея, но кроме того, что мы потратим огромное количество денег, которых их так нет, что плохого в этом? Плохого в том, что оно не будет онлайн, то есть мы это не сможем увидеть. Это будет засекреченная информация, и нам непонятно, почему она должна быть засекреченной. Если это за государственные деньги купили, это общественное место, то есть каждая партия, каждый кандидат должен иметь право войти на тот избирательный участок и в реальном времени посмотреть и проследить за тем, как проходит голосование. Почему это нужно скрывать? Вот эта засекреченность приводит к тому, что эффект от этих камер получается с полной ноль. Точно так же вы и не разделяете, я так понимаю, агитацию в день тишины и день моборов? Ну агитация в день тишины, а что значит агитация в день тишины? В принципе, те, у кого есть телевидение, будут проводить вот эту агитацию каждый день, и даже в тот же самый день, когда в принципе должна была быть тишина, а не более того, они будут еще и в день голосования. И так у нас этот закон не соблюдали, потому что если мы посмотрим на предыдущих выборах, на последующих, на всех выборах, которые были в городе Кишинево и в Молдове вообще, мы видели вот эти огромные билборды, которых не снимали в день выборов и в день тишины. То есть, несмотря на то, что вообще вот эта кампания заканчивалась, то есть никто их не снимал, вот этих билбордов. То есть мы говорим о том, что нарушали и так вот этот закон, а на сегодняшний день я не вижу смысла в изменении вот этого законодательства и введения вот этих новшеств, которые ни к чему не приведет. То есть день тишины был хорош, и я думаю, что надо было оставить таким, каким был закон. — Интересно ваше мнение. Господин Дудник, видите, вот не разделяют порывы демократической партии. Поясните, почему вы их как бы сторонник? — А вы лично можете привести хоть один пример из того, что до сегодняшнего дня реализовало правительство или парламентское большинство, и чтобы оппозиция разделяла эти вещи? Причем иногда это вещи абсолютно очевидно полезные для общества, начиная от дорог, заканчивая прима кассы, публичные услуги и все, что с этим связано. И ни одной из этих инициатив оппозиция хотя бы так, чтобы промолчали. Нет, они постоянно выходят с какими-то критиками. При этом иногда это... — Почему? Я знаю, есть такие инициативы. — Можно я закончу? — Иногда это выглядит абсолютно абсурдно, если вспомнить, допустим, ту же инициативу об изменении избирательной системы по переходе на миксовую. Представители оппозиции, конкретные люди с конкретными фамилиями, вписывали это в свои программы. И когда на самом деле пришло время выявить эту политическую волю, оппозиция снова критикует. Поэтому это не удивляет. Теперь, что касается конкретных вещей. Значит, с чего началась вся эта история, как вы уже знаете. После ситуации с выборами в мэры города Кишинев, мэры столицы, понятное дело, что это решение имело беспрецедентный резонанс. Потому что мнения разделились. Одни говорили, что были основания для того, чтобы инстанция аннулировала эти выборы. Другие говорили, что не было. Вмешались международные структуры. Европейский союз в том числе настаивал на том, чтобы правительство каким-то образом повлияло на акт юстиции. Что у меня лично вызвало целую массу негодования и разочарований в принципе в европейских структурах, которые приходят и пытаются надавить на правительство, на власть в независимом государстве с требованием повлиять каким-то образом на акт юстиции. Мы пошли другим путем. С учетом того, что ни одно правовое государство не может работать такими методами, менять каким-то образом решение суда, нравится оно или не нравится. Мы пошли другим путем. Мы решили изучить всю нормативную базу, все законодательство, которое связано с выборами, с признанием действительными или не действительными этих выборов. В парламенте страны в июле месяце было принято решение о том, чтобы сделать анализ, провести полный анализ действующего законодательства. Парламент принял решение и наделил парламентскую комиссию по юридическую комиссию полномочиями провести этот анализ. Парламентская комиссия по юридическому, в свою очередь, запросила всю информацию, в том числе у гражданского сообщества, у неправительственных организаций. Были проведены публичные слушания, аккумулировалась вся эта информация. В итоге родился проект закона, который был одобрен в первом чтении. Я поняла. А можно я репректирую мне? Если можно, только кратко, потому что у меня еще мнение третьего участника. Все дело в том, что в законодательстве Республики Молдова, и вы парламентарии, тем более, должны знать, очень четко прописано, за нарушение, которое сделал господин Анастасий, какие должны были быть наказания. Это административное наказание. То есть получается, что человек превысил скорость, если мы сделаем параллель, и его за это расстреляли. То есть мы не говорим о том, что правильно было или неправильно. Да, он сделал эту агитацию, да, признал суд, что он сделал агитацию, но в конечном итоге получается, что за превышение скорости человека просто расстреляли. То есть вы признаете, что в день выборов Анастасий агитировал все-таки? Вы это признаете? Вы это признаете? Нет. Был суд, который постановил... Да, он признаете, да, он занимался агитацией в день выборов, то, что было запрещено до... Ну как всегда Демпорта стоит это неконструктивной. Суд постановил, что он нарушил. Что он нарушил закон. Я говорю о том, что написано в законе Республики Молдова. Вы парламентарий. То есть в законе Республики Молдова написано, что за нарушение, за агитацию в день это административное наказание. То есть должны были поставить штраф. А вы взяли и полностью аннулировали. Взяли не мы, а это решение принималось. Спасибо. Я бы хотела предоставить слово третьему участнику. Владимир Иванович, вы, общее впечатление, разделяете, не разделяете вот эти новшества? Я вначале маленькое мнение, не ремарка, а просто уточнение. Дело в том, что в действующем кодексе, в 52 статье, избирательном, пункт 10, там четко предусматривают, что та электоральная, ну билборды вы назвали, да, которые были вывешены заранее, они остаются. Это и в действующем сегодня норме это есть. Поэтому вопрос, конечно, больше был не в билбордах, а в непосредственных активных действиях, которые осуществляет кандидат, либо его сторонники в день тишины или, тем более, в сам день выборов. Об этом была проблема. И говоря о практике предыдущих лет, совершенно верно заметили, что действительно, к сожалению, неясность, в том числе, в этом вопросе, она давала возможность, в общем-то, тем или иным конкурентам на грани риска действовать. И потом дальше возникала проблема, а как это одним можно, одним нельзя, как это оценить и так далее. Поэтому мы, собственно говоря, по итогам выборов генерального примаря и обратились в суд, чтобы суд пояснил, были ли эти нарушения, если да, то это, а если нет, то тогда, значит, это можно всем. То тогда можно всем. А не взяли, ответили просто, аннулировали, значит, результаты выборов. Потому что мы говорили, стоп, если были нарушения, то с чьей стороны? Если со стороны господина Анастаси, ну тогда, значит, накажите его. Вот именно, почему нарушение? А я объясняю, потому что суд вышел за пределы того, что мы попросили им дать пояснение и оценил, что те нарушения, которые были допущены господину Анастаси, они набрали такую массу, которая в конечном итоге решающе повлияла на итоги выборов. Вот почему суд не оштрафовал, а, как вы образно выразились, расстрелял. Но уж в этом смысле, нехорошее слово, расстрелял, но в этом смысле надо было, не, я понимаю, как говорим. Но в этом смысле надо было тогда уже говорить в отношении одного кандидата, который это допустил реально. Вот, они взяли и того, и другого. Ну согласитесь. Здесь в данном случае, да, и в данном случае тогда, конечно, возникает вопрос. В конечном итоге судьей выступил суд, и он так оценил. И мы уже, как бы, никто ничего не мог дальше сделать. Мне приятно, что представитель правящей партии все-таки признал, что не все так благополучно в Европе. И выразилось сожалению, что Европа так действует, значит, и они начали разочаровываться в европейской интеграции. Но дело не в этом сейчас. Вопрос в другом. В том, что действительно необходимо было внести ясность. И определенную, определенная попытка, вот эти вот предлагаемые изменения, они могут внести у меня лично вопрос по отношению к дню выборов. Именно к дню выборов. А я предлагаю... Вот здесь у меня есть вопрос. Что касается камер, если можно, я буквально... Вот камеры у меня были чуть попозже, конечно. Я хотела бы по поводу камеры предоставить информацию. Отдельную, да? Отдельную, конечно. Как это делается в других странах? Как, что, чтобы мы вот сравнили и не были голословными? Я хочу сказать, что ведь не только политики заинтересованы тем, что сейчас произойдет, если этот закон будет принят. Вот давайте свои вопросы озвучу, которые у меня появились как у журналиста. Вот смотрите, кто и как будет отмерять эти важные 100 метров от участка? В день выборов. Да, в день выборов. Там ведь четко оговаривается, что 100 метров. Вот кто будет уполномочен, кто по закону? Полицейский, наверное. Ну вот видите, вы, наверное... А я хочу... Наверное, это так оно и есть. Это право и обязанность органов внутренних дел. А второе, сейчас не полицейские. Есть понятие, констатирующие субъекты в нашем государстве. Причем и на территории самого участка. Есть понятие, констатирующие субъекты в нашем государстве. Если речь идет о нарушении избирательного кодекса, это административное правонарушение. Фиксируют административные правонарушения, в том числе работники полиции. То есть, если у кого-то есть конкурентов на выборах или у других заинтересованных лиц. Есть вопросы, кому-то кажется, что агитация ближе, чем на 100 метров. Звоните в полицию. Полиция приезжает и констатирует, подпадает ли это под действующее законодательство. А вот здесь тоже будут возникать вопросы, потому что всегда оппозиция. Говорите, что всегда с вами спорят они. Что бы вы ни делали. Они всегда будут говорить, а вот как полицейские, доверяем, не доверяем, как в этой ситуации быть. Можно я скажу вам одну простую вещь. Будут и такие вопросы. И если взять вообще хронологию всех событий и нарушения, которые допускаются. Я еще раз говорю, данные изменения стали следствием широкого анализа, юридического анализа. Мы запросили все виды нарушений. Вы говорили, что вы запросили, но вы получили экспертизу? Получили экспертизу в том числе. От кого? В том числе и от Промолекс, в том числе и от ЦИКа, в том числе и от других неправительских организаций. Не-не-не, простите, вы неправильно меня поняли. Давайте я уточню свой вопрос. Я знаю, что правила игры за год до выборов... Мы не говорим о правилах сейчас. Правила остаются теми же самыми. У меня только вопрос. Вот экспертиза должна быть от международников. Я правильно понимаю? Когда меняются правила игры, и так так близко... Мы являемся суберенными государствами. В практике Венецианской комиссии или в обобщенной положительной практике избирательных компаний, которые были сформулированы в Венецианской комиссии, там говорится о том, что нельзя менее чем за год менять основные правила проведения избирательных компаний. Что касается агитации в день тишины, это основное правило или нет? Это первый вопрос, который возникает. Но мне кажется, что больше вопросов возникает в день выборов. Вот здесь, пожалуй, основная проблема, которую мы должны сами оценить. И будет ли это правильной и хорошей практикой? Если в отношении дня тишины, потому что в разных странах по-разному. В одних существует правило дня тишины, в других нет такого правила. Но в любом случае, в любом случае, мы исходим в том числе... Ну, в Штатах, вот премьер на Штаты все время. Мы исходим из того, какова национальная особенность, можно так сказать, нашей избирательной компании. Потому что у нас, как правило, в день тишины было не тихо, а шумно. Можно я дополню? Смотря где, Владимир Иванович? Если говорить о правилах игры, я согласен с тем, что сказал коллега. Основные правила игры были изменены еще задолго до этого, когда мы изменили, в принципе, систему избрания депутатов парламента с одной на другую. Вот тогда были изменены основные правила. То, что мы сейчас делаем, мы вносим корректировки для того, чтобы избежать дополнительных судебных тяжб и для того, чтобы облегчить работу избирательной комиссии во время проведения выборов и после преподведения итогов. Вы ответили фразой «мы суверенное государство», я поняла, здесь был ответ. Мы суверенное государство, да, это раз. Это был ответ, да. Я хочу сказать, что практика гагаузской автономии на сегодняшний день, в автономии есть свой кодекс избирательный, который предусматривает агитацию, в том числе и за день до выборов. Если мы говорим, что выбор в воскресенье, то в субботу в Гагаузе вполне удачно и успешно можно агитировать, и это, в принципе, никак не отражается на конечных результатах. Господин Боля, вы никогда не задумывались, что встанет вопрос разницы между агитацией и подкупом? Нет, я поясню, что я имею в виду. Вот смотрите, в день выборов, вот пакет, да, в этом пакете может быть блокнотик, ручечка, там, не знаю, календарик. Вот это, в принципе, то, что вот раздается, это подкуп или это агитация? Я хотел бы даже до самих выборов, вот если мы посмотрим сейчас по телевизору, что нам показывают, там, люди от Демпартии яблоки раздают, там, какие-то там сапоги резинов, то есть, вот это является подкупом покупать избирателю, понимаете? На каком телевизорном это показывают? То есть, ну, по вашему, по правилам показывают везде, там, люди одеты, в куртках Демпартии. Мы показываем, как открываем дороги, отстроим садики, школы, а сапоги... Дороги строятся на деньги государства, а не строят их Демпартии. А вообще никто с этим не строится. Государство, Республика Молдова. Просто почему-то до сих пор никто не строил эти деньги на деньги государства, а до сих пор... Если мы начнем на сейчас вот разговаривать, хотя вот не эта тема сегодняшнего дня, про дорожный фонд и про деньги, тема действительно другая. И все телевизорители поймут, что вы не додаете денег Дорожному фонду, а не то, что вы... Я все очень хорошо понимаю, и если говорить о Дорожном фонде, именно мы приняли решение о том, чтобы деполитизировать этот Дорожный фонд, и вы с этим не можете... Ну что значит деполитизировать? Раньше Дорожный фонд распределялся согласно политических предпочтений, а сегодня он распределяется на душу населения. Это было очень ошибочно. Какие вопросы? Идите спросите мнение Примаров, ошибочно это или нет. Я прошу прощения, господа, я прошу прощения. Давайте мы будем говорить по нашей теме. Безусловно. Мы говорим о разнице между подкупом и агитацией. Согласитесь, если мы очень четко сейчас не ответим на эти вопросы, это будет дана возможность толковать, как кому будет выгодно. Вот да, господин Дуньев? Конечно. Да. Вот что для вас, например, подкуп, а что агитация? Для меня лично? Угу. Ну, знаете, тут можно философствовать сколько угодно. Да не надо философствовать, вы просто как понимаете. Если говорить в двух словах, для меня подкуп, это когда люди ведут в буквальном смысле платят деньги за то, чтобы люди голосовали за того или иного кандидата, что, к моему большому сожалению, на сегодняшний день имеет место быть в нашем государстве. И такие факты тоже. Если я сейчас опять же говорю о ГАГОЗе, то такие прецеденты имеют место сплошь и рядом. И в этой части я полностью согласен с тем, что законодательство недоработано. И эти вещи нужно прописывать. То есть ко второму чтению вы занимаетесь этим? Нужно прописывать в том числе и эти моменты. Да, да. Вы, простите, вот я задала вопрос неспроста. Вы занимаетесь ко второму чтению этим моментом? Значит, я лично этим моментом не занимаюсь. Демократно. У меня специфика немножко другая ввиду моего образования. Наши коллеги из Демпартии, которые являются членами юридической комиссии, уверен, что ко второму чтению еще какие-то дополнения и корректировки внесут. А вы в какой комиссии работаете? Я в бюджетной комиссии работаю. Валдин Бриванч. Это просто фонд. Это моя тема. Очень хорошо. Поэтому, да, мы пытались немножко свернуть. Другой директор, конечно же, не ответит, почему раньше этого не делали. Ладно, оставим дороги в покое, потому что какие дороги сейчас вот первые морозы покажут, что это. Первый дождь, что это. Да. Значит, вернемся к этой теме по понятию агитация и подкуп. Да. Вопрос настолько тонкий и грань настолько тонка, потому что если говорить чисто юридически, да, агитация это призывы в виде каких-то, значит, изобразительных рекламных... Материалов, буклетов, наверное. Да, буклетов и так далее, да, которые... Календарей. Которые призваны убедить избирателя в том, что необходимо того или иного кандидата или ту или иную партию поддержать. Подкуп, я бы назвал так в более широком понимании, это вручение материальных ценностей, которые имеют какую-то материальную, так сказать, оценку, могут быть оценены. для того, чтобы убедить, что именно этот кандидат, он действительно тот, который после этих материальных ценностей озолотит вообще. Интересная трактовка, да, мне нравится. Ну, так, чтобы люди поняли. Сегодня фактически, ведь посмотрите, сегодня эта грань действительно очень тонка, поэтому вот наша тактика, и она совершенно, я считаю, разумная, и люди это, кстати, совершенно понимают, и чувство юмора не потеряли еще. Мы просто говорим, дорогие мои, наши избиратели, если время избиратель компании к вам подходят и говорят, вот там тебе сапоги или картошка, или рис, или макароны, берите, потому что воровали все эти годы, хоть что-то пусть вам дадут. Но когда заходите в кабину для голосования, думайте головой, сердцем и душой, думайте о том, что вас ожидает дальше, потому что все то, что называется подкупом, завтра это не повторится. Вас скупят сегодня, а бюллетень бросаешь, и потом назад не вытащишь, это на 4 года. Господин Суркан, я просто... Поэтому я думаю, что... Нет слов, одни эмоции. Я думаю, что здесь, в данном случае, конечно же, вот вы сказали, там, значит, ручка, буклетик. Я бы не сказал, что это подкуп, потому что его, извините, меня не скушаешь, на нем ничего не пожаришь. Люди сегодня гораздо... Они подходят под агитационный материал. Под агитационный материал. Если на ручке написано имя кандидата, на блокноте написано. На сапоге же не напечатаешь имя, название или фотографию. Или на макаронах, тем более. Макароны сварил и все. Да, я предоставлю вам все. Поэтому здесь, конечно, грань все-таки можно провести. Даже при этих понятиях юридических, которые сегодня есть, и при необходимости, если вопрос дойдет до спора в суде, я думаю, что судя сегодня имеет достаточно юридический инструментарий для того, чтобы оценить, где это, где другое. Другое дело, что возникает проблема другого характера. Так называемая избирательная ложь, которая тоже может быть оценена как какой-то подкуп или попытка переубедить избирателя в чем-то другом. Я извиняюсь, но раз уже судьба нас свела, господин Дудник имел такое удовольствие сказать, что якобы у меня, допустим, при обсуждении закона по стадиону... Мы сейчас разобьем эту тему и предлагаю эту тему сделать в отдельной передаче. Хотите, чтобы я аргументировал и чтобы людям на самом деле было понятно? Вы не аргументируете, а признаете, что вы... Во-первых, я вам еще раз говорю, у меня есть аргументы. Признаетесь, что вы солгали. Господа ведущая, я предлагаю, чтобы мы две минуты поговорили на эту тему относительно того вопроса, который говорит господин Дудник. Я не знала, понимаете... Вы не знаете, а я... Но это будет несправедливо. У нас тема другая. Тема другая, ему дали возможность высказаться. В том, что это тоже один из видов. Владимир Иванович, вы сказали, ровно две минуты. Я вам еще раз говорю, мне лично этого доказывать не надо. Я лично знаю уже 15 лет, кто является де-факто собственником этого стадиона. И лично знаю родственников, которые владеют сегодня частью этого стадиона. Какой родственник? Значит, Владимир Иванович, я с этим родственниками имею очень хорошее отношение с этим человеком. Назовите. Владимир Иванович. Назовите, если вы знаете, назовите. Этот родственник для меня является человеком, которого я знаю уже 15 лет. Назовите. Значит, Владимир Иванович. Как говорит, имя сестра. Владимир Иванович. Какое... Владимир Иванович. Как боится назвать. Владимир Иванович. Ну, вы посмотрите. Владимир Иванович, всех своих родственников вы знаете лучше, чем я. Всех своих родственников вы знаете лучше, чем я. Назовите. Вадим Ирванович, не провоцируйте меня делать, потому что это будет не по джентльменски с моей стороны. У меня есть древо, в котором я могу вам доказать родственную связь между вами и между человеком, о котором я говорю. Я его обязательно предоставлю вам. У меня есть деписки из регистрационной палаты, которые говорят, кто де-факто является собственником компании, которая называется «Теннис Групп», по-моему. Я прошу прощения. И мы с вами поговорим об этом в течение целой передачи. Нет, мы не будем говорить. Теперь возвращаясь, теперь возвращаясь, господин соответствующий это не хочет сейчас извиниться, значит, тогда просто хозяин этой компании сделает соответствующее заявление и объяснит, кто лжет. Пускай собственник компании «Теннис Групп» расскажет, в каких он обстоятельствах, вернее, родственник в связях является с вами. Теперь возвращаясь к основной теме. Мне, конечно, очень приятно, что корни и древо изучаются так активно. Спасибо. Теперь возвращаясь к основной теме нашего разговора. Говорят о картошках, о сапогах и я так понимаю, что это камни в огород партии, который я представляю. Вы так понимаете, ведь Владимир Иванович, например, не сказал, что это демократ. Нет, я сказал. Вы про яблоки, вы про яблоки говорите. Владимир Иванович сказал, что пускай раздают, мы им говорим, кто вам приносит. До сих пор воровали. Вы это приняли. Хорошо, да. Пожалуйста. Теперь давайте дальше. Значит, недавно во всех СМИ массовой информации наших молдавских появилась фотография, где коллега Олег Савва разгружает мешок с картошкой, по-моему, в фалештах это было. Господин Суркан, эту картошку вы для чего отправили в фалешты? Я? Ну не вы, ваша партия. Ваша партия. Я ничего не отправлял, ни в какие фалешты, ни в какую картошку. Мешок картошки у госпожи Саввы на плечах. Вы спросите у господина Саввы, что это было? И были фотографии, которые демонстрировали то, что партия социалистов раздает эту картошку своим избирателям. И вы сегодня говорите о том, что... Насколько я знаю, там история была в том, что позорили, почему депутат таскает мешки, а он говорил, мне не стыдно. Но я не стану сейчас об этом говорить. Так и мне не стыдно мешки таскать. Мы сейчас говорим о других вещах. Я сейчас акценты делаю не на том, что депутат тащит мешок. Хорошо, я поняла. Я могу таскать два мешка и спрошивать, и мне это тоже не зазорно. Вы вообще мне представились, что вы дзюдо занимались. Вам сам Бог велел. Мы будем знать, кто умеет мешки таскать. Совершенно верно. Хорошо. Вот эти все правила, о которых мы сейчас говорим, они будут касаться только кандидатов или их доверенных лиц в той же самой степени. Вот, например, кто-то скажет, ну это же не я агитировал, а доверенное лицо. Как-то это вообще прописано в нынешней редакции и собирается ли этим как-то заниматься? Кто будет отвечать? На что касается закона? А? Господин Боля делает так. Неинтересно. Неинтересно. Вот вы как-то, вы можете ответить или это коллеги ваши? Да, да, повторите вопрос, если можно. Повторяю, пожалуйста, вопрос. Вот смотрите, есть кандидаты, а есть их доверенные лица. Да. И вот в день выборов, значит, будут вести агитацию и кандидаты, и доверенные лица. Так, по идее. Да. А какие-то вещи нельзя делать кандидатам. Вот те 100 метров, все остальное. Да. А вот есть у них доверенные лица. В отношении доверенных лиц это будет распространяться? Значит, согласно действующего законодательства подается жалоба в окружной совет. Окружной совет рассматривает эту жалобу, передает в оперативном порядке ее в ЦИК. ЦИК рассматривает эту жалобу в течение максимум трех часов так, по-моему, предусматривает законодательство. И если в ЦИКе принимается решение, что данные действия могли каким-то образом повлиять на ход… А прописать это сразу в законе как-то нельзя? На ход выборов. Потом все эти аргументы собираются, передаются в судебную инстанцию, которая произойдет… Вашу мысль, да. Я понимаю, хоть… Ну, у меня встречное предложение. Какие механизмы, да. Я понимаю, но у меня встречное предложение. Какое? Давайте. Да, давайте сразу это напишем в законе, не будем потом обращаться в ЦИК, во все остальные инстанции, так, чтобы люди четко знали, какое имеют право доверенные лицки, право имеют кандидаты и все остальное. Да, это было бы очень хорошо. Это было бы очень хорошо. Понятно. Что касается вот президентских выборов, которые я был доверенным лицом, был в моем начале вообще в политике, не разрешал вообще никому из политической партии делать никаких агитационных заявлений в день и предвыборный, и выборный день. То есть мы все очень четко соблюдали вот этот закон. Мы его очень четко соблюдали. И у нас не было вообще никаких проблем с тем, чтобы соблюдать закон. Оппозиционные партии не являются анархистскими партиями. То есть мы очень хорошо соблюдаем законы. Мы особенно соблюдаем их сами и требуем от тех, которых власть держит на сегодняшний день, выполнение таким же образом законов. Потому что я абсолютно согласен с господином Цурканом, что касается агитации, тех определений, которые дали по агитации и по подкупу. И более того, подкуп является не только выборным таким нарушением, это является и уголовно наказуемым нарушением. И более того, за ним следует, из нашего опыта молдавского, за ним следуют и другие уголовно наказуемые деяния, какими являются, допустим, в день выборов дают человеку 100-150 лет, не знаю сколько дают, и заставляют его фотографировать, улететь. Опять же нарушение. То есть все нарушения всегда за собой несут другие нарушения закона, что не является допустимым к такому. То есть мы вообще требуем, чтобы были очень четкие, прописанные и очень понятные правила. И все должны придерживаться, абсолютно все. Я согласен. Без никаких исключений. Законы в большинстве своих случаев являются генеральными нормами, которые прописывают какие-то принципиальные вещи. Невозможно прописать в законе каждую ситуацию, которая может иметь место в том или ином населенном пункте. Поэтому на то и есть понятие общая генеральная норма. Если говорить, допустим, о других видах нарушения, таких как использование административного ресурса. В кодексе прописано, что запрещается использовать админресурс в ходе даже предвыборной кампании. Что такое админресурс на практике? Вот один пример хочу разобрать. В выборы в народное собрание в Гагаузии депутаты парламента, в том числе и господин Цуркан, на рабочих машинах приезжают в вулкане, что и агитируют, в буквальном смысле агитируют, людей за то, чтобы эти люди голосовали за кандидата от партии социалистов. Разве это не использование административного ресурса? Вот если вы спросите моего коллегу Цуркана, он скажет, что нет. Хотя в кодексе четко это прописано. Если вы спросите мое мнение, я считаю, что ездить на рабочей машине в период предвыборной кампании и агитировать людей за то, чтобы они голосовали за Васю и за Петю, это является использованием админресурса. То же самое было и на башканских выборах. Я поняла вашу мысль. Если будет реплика, да. Вначале на вопрос, потому что все то, что говорит сейчас Дудник, это просто бред. Господин Цуркан, вы не были в отношении того... Вы, конечно, не агитировали, а теперь в отношении... Давайте по очереди. По очереди. По очереди. Я отвечу сейчас. Я отвечу. Вам еще раз говорю. Я отвечу на конкретный вопрос. Господин Дудник, Вас же не перебиваем мы. Давайте по очереди. Вам дают возможность высказаться. По поводу доверенных лиц. В законе четко определено, кто такое доверенное лицо. Это человек, который представляет кандидата. Это означает, что в случае физического отсутствия кандидата в том или ином месте, в населенном пункте, он представляет его. Он говорит от его имени. Он агитирует за него. То есть, фактически, это как бы, так скажем, ну... Как второе. Команда, второе лицо. Второе лицо. Второе лицо. Отсутствие самого кандидата. Мы поняли, да. Они на эфиры ходят. Поэтому, естественно, они имеют право, они обязаны даже в этом их смысл, их агитировать. Но я почему и говорю, что вот у меня лично возникает вопрос именно по дню выборов. День выборов. Когда действительно, значит, фактически уже статус, статус доверенного лица уже не существует. То есть, день выборов не существует? Он уже не доверенное лицо. Так. Уже не доверенное лицо. А это прописано как-то вообще в новых каких-то трактовках? Есть, конечно. Есть, только дальше остаются на день выборов уже представители, наблюдатели от кандидатов. Ну, если это парламентская партия, то еще есть и член соответствующего избирательного органа. Поэтому, в принципе, здесь эту грань провести между, значит, кандидатами доверенным лицом и его полномочия и права очень, не только можно, но они и прописаны сегодня в законе. Что касается вот этого, значит, очередного, значит, заявления, я хочу сказать, что да, я действительно езжу по всей республике. По всей республике, потому что в этом и задача, в этом и задача депутата, в этом и задача депутата, ездить и встречаться с людьми. Господин Турган, не путайте предвыборную кампанию в городе ВОКонечте, в ВОКонечте, в ВОКонечте, в ВОКонечте, или Сороке, или Пельце. Я говорю по предвыборную кампанию. Я еще раз говорю. Не про выборы депутатов в регионе. Мое присутствие там предотвратило грубейшее нарушение избирательного законодательства, которое проходило под контролем господина Дутника непосредственно. И второй день, когда подводили итоги, это подтвердило, что оказывается, если бы не мое присутствие, присутствие наблюдателей, в том числе и национальных, то тогда бы был бы избран тот, который пропихивал господин Дутник. Хорошо, давайте поговорим про камеры. Поэтому, кстати говоря, он и настолько сейчас обижен этим фактом, и поэтому начинает всякую небелицу нести точно про стадион. Хорошо, я хочу про камеры теперь поговорить. Вот вы начали, господин Боля. Вот смотрите. Во-первых, действительно, я соглашусь, это не дешевое удовольствие. Для того, чтобы мы поняли порядок цифр, то давайте россияне уже закупали это. У них это с 2012 года практикуется, у них уже не одни выборы. И вот что у них получается, что, в принципе, значит, во-первых, как они у них работают. Вот, на каждом участке по две камеры. Одна передает общий план, вторая непосредственно урну для голосования. Все они работают онлайн, постоянно. Каждый, кто хочет видеть, как происходит голосование на любом участке, он заранее регистрируется, да, проходит вот эту схему регистрации. И одновременно 25 миллионов пользователей могут смотреть то, что происходит на, значит, избирательных участках. На реализацию данного проекта было выделено 20 миллиардов рублей. Из них 13 миллиардов рублей выделено государство. Теперь, что предлагают, я, позвольте, да, я процитирую наших чиновников. Значит, вот как было сказано, господин Канду, речь идет не об онлайн-трансляции того, что происходит на избирательных участках, а о записи, чтобы в случае необходимости можно было предоставить доказательства. Два момента. Вот насколько это, да. Вот почему там онлайн, а у нас нет. Значит, во-первых, однозначных решений еще не принято. Пока, миссия, речь идет только о намерениях. Если вы знаете, была встреча премьер-министра с Центральной избирательной комиссией, на которой поднимался в том числе этот вопрос. И премьер спросил, как вы видите это, как Центральная избирательная комиссия видит это. Было принято решение, что проведут технико-экономическое обоснование, то есть подсчитают, насколько затратно это будет для бюджета страны. Ну, серьезно будет, судя по цифрам. Значит, цифр еще нет. Значит, я думаю, что в ближайшее время, исходя из тех дискуссий, Центральная избирательная комиссия должна представить эту информацию, сделать, скажем так, смету расходов для того, чтобы внедрить эту инициативу. И потом мы уже сможем говорить о том, насколько это... То есть сейчас это поспешил господин Канду, получается? Конечно, другое. Премьер-министр, для того, чтобы уйти от всех спекуляций, для того, чтобы у оппозиции больше не было возможности говорить, что заранее забегая наперед, о том, что власть пытается фальсифицировать, или эти выборы, скорее всего, будут незаконными и нелегитимными, и будут фальсифицироваться. Именно этой инициативой мы хотим показать, что власти нечего прятать. Я знаю, да. Именно этой инициативой мы хотим показать, что власть собирается и проведет эти выборы законно и легально. Я только одно хочу уточнить. То есть, в принципе, господин Канду поспешил, когда сказал, что будет так. Я не видел этого заявления господина Канду, но еще раз я вам говорю, окончательно... Вы видели это заявление? Нет, пока не проголосовали за закон. То есть вы... Говорить еще рано, будет это онлайн-трансляция или не онлайн-трансляция. Секундочку. Ну, я пытаюсь. Есть еще и техническая сторона. Вопросы государства, вы передать узурпировали. Наладить, наладить всех участков, тысяча, три тысячи участков в своем государстве наладить. Ко мне господин Боля больше не придет, если вы сейчас не дадите ему возможность высказаться. Во-первых, что касается вот этих камер, я начал говорить в начале передачи. Это очень хорошее начинание и очень хорошая идея, но надо, чтобы это было в реальном времени. Должны были люди следить. Не для каких-то судебных расследований, а для того, чтобы люди смотрели онлайн в реальном времени. Технически, если это возможно, мы это сделали. Второе. Вот мы, как оппозиционная парка, мы хотели бы, чтобы вы, учитывая уровень эмиграции населения Республики Молдова, количество, огромное количество наших соотечественников, которые живут и в России, и в самой Европе, и в Америке, и в Австралии, учитывая, что у самих вот этих участков для голосования не так много, я думаю, что было бы намного лучше, если бы вы сделали бы изменения в законодательстве Республики Молдова, из-за электронного голосования, учитывая, что на сегодняшний день у нас же есть возможность электронной подписи. То есть никто не может голосовать за того человека. Во всем мире это используется. То есть человек с любого города, где бы он находился, с Саранска, где бы он ни находился, он мог бы проголосовать как гражданин Республики Молдова, и вы бы соблюдали его право голосовать. А то надо ехать сейчас в Петербург или в Москву, это и дорого, и далеко, и невозможно для всех делать. Нет, я сейчас в начале, Владимир Иванович Сурканов, потом вы, давайте все-таки соблюдать, да, вот так? Спасибо, спасибо. По кругу, потому что, да, не все могут высказаться, пожалуйста. Значит, касаемо камер, я абсолютно согласен, и эта идея не новая, она давно обсуждается, о том, чтобы действительно это будет очень правильно, если мы сделаем транспарентным процесс, не сам процесс заполнения бюллетня, а процесс подхода, получения бюллетня, как человек опускает в урну. Ну вот то, что я назвала, общий план и непосредственно урна. Это действительно цивилизованный подход, и так надо было бы сделать. Что для этого нужно, кроме камер, да, конечно, нужна следующая программа и так далее. То есть, все это надо сначала просчитать, а потом заявлять. Потому что, что толку от того, что встретился премьер с представителем страны избирательной комиссии? Посидели, поговорили, а дальше, ну мы же договорились по очереди. А дальше, как в том анекдоте, один сказал, что у него есть товар, другой говорит, что у него есть деньги, а потом разбежались, один побежал искать товар, другой побежал искать деньги. Потому что, в принципе, если для этого есть деньги, будь то доноры, может быть, вот здесь, я считаю, что это было бы идеально. Ой, я боюсь вас всех раз... Но я боюсь тоже, что они разворуются, эти деньги. Нет, я бы... Поэтому, в принципе, конечно, эта идея очень хорошая. Но то, что заявил господин Канду, ну, я думаю, что он уже не первый раз заявляет, и не надо всерьез воспринимать то, что он заявляет. Он заявил после решения Конституционного суда, что ничего страшного не произошло по закону функционирования языков. Закон есть, он функционирует и остается в силе. А когда во время заседания парламента я его об этом спросил и напомнил о его заявлении, он говорит, извините, ошибся. Я боюсь сейчас расстроить вас всех, потому что я общаюсь сейчас... Поэтому вот этот вариант... Я могу на своей программе сказать по теме, да? Спасибо. Этот вариант, о котором говорил господин Канду, он абсолютно неприемлемый, потому что потом возникнет проблемы. То есть теряется смысл. Кто-то уничтожил, кто-то все, что-то пропало. Ну, я сейчас вас боюсь расстроить, Владимир Иванович, еще сильнее, потому что я вот... Что денег нет? Денег, это господин Дудников, он скажет, есть ли деньги на это или нет. Но я пообщалась с людьми, спрашивала их, знаете, вот в России там есть, например, камеры, как вы относитесь к тому, что у нас будет, да? И вот как бы так люди говорят, ну да, хорошо, но знаете, что еще все говорили? Мы боимся. Я спрашиваю, чего боимся? А вы знаете, они поставят так как-то хитро эти камеры, что они будут знать, как мы будем голосовать. И мы будем бояться голосовать так, как мы хотим. Я подумала, что это что? Я сейчас передаю... Нет, нет, разрешите. Понимаете? Когда передается в реальном времени, ты видишь, что они передают. Я должна предоставить слово господину Дуднику, пожалуйста. Значит, еще раз относительно встречи премьера и Центральной избирательной комиссии. Это не посиделки господин Сурканы, и никто не собирается разбегаться никуда. Именно это называется предварительными консультациями и разговорами. Премьер подтвердил, что правительство найдет все необходимые деньги для того, чтобы установить эти камеры. И без этих разговоров Центральная избирательная комиссия не стала бы даже делать расчеты. Поэтому это вещи абсолютно логичные и конструктивные. Теперь дальше, что касается электронного голосования. Я согласен с коллегой, что в большинстве стран, в некоторых странах, развитых странах, где высокий уровень демократии, имеет место электронное голосование. Но давайте разберем, как все-таки у нас дела обстоят. Значит, если вы, коллега, забыли, то каждое голосование сопровождается протоколами, бумажными носителями, на которых каждый представитель, в том числе и вашей партии, будет подписываться. Когда будут подсчитываться голоса и скажут 100 голосов за Васю, 100 за Петю, на бумажном носителе будет поставлена роспись, в том числе и вашего законного представителя. Этот бумажный носитель будет дублировать информацию, которая будет аккумулироваться в электронном виде. И в этом случае мы будем иметь информацию в электронном виде, которая будет в режиме онлайн собираться центральной избирательной комиссией. И если у вас будут вопросы, мы распечатаем мешок, который будет опечатан в комиссионном порядке. И там будут бумажные протоколы, которые будут подтверждать или опровергать официальный результат. Надо было изменить закон. Поэтому изменить закон, это вы так говорите, измените закон. Мы его завтра начнем изменять, а вы придете и скажете, так вы в электронном виде можете манипулировать. Но так надо его делать, как в Европе сразу же. И это опять будет море критики с вашей стороны. Вы ставите камеры, мы говорим, что это хорошо. И после этого нам не показывают, что они снимают. Прежде временно говорить, будут они работать в онлайн-режиме или будут работать только в записи. Я как человек со специальным образованием говорю, для того, чтобы в трех тысячах участков наладить онлайн-трансляцию, для этого нужна скорость интернета, для этого нужны специальные софты и технические возможности. Насколько это возможно? Насколько это возможно? А давайте мы попробуем. Давайте мы пойдем от обратного. Я хочу понять, когда последнее заседание парламента? Когда? Владимир Иванович. 30 ноября. 30 ноября. То есть времени на то, чтобы мы... Нет. Нет, конечно. То есть получается, что вот эти все подсчеты, о которых мы говорим, время. Значит, это будет нормативный акт под названием постановления правительства. Мы не говорим о решении парламента. Это будет нормативный акт. Но это же закуп. Нормативный акт, который будет... Решите по поводу скорости интернета. И в избирательный кодекс. Это вам-то кажется. А я сегодня взял и прочитал постановление собрания, когда Демпартия собралась в центре города. И одно из их успехов, которым хвастается Демпартия, это к тому, что вы говорили, что у нас... Мы впереди планеты всей по скорости интернета. Так что я думаю, что нет проблем. Однозначно четвертая позиция в мире. Ну так, какие проблемы? Давайте онлайн, показывайте все. То есть, господин Дунник, вы должны прямо сейчас в студии сказать, будет онлайн. Вот к чему у вас господин Боля пытается... А потом мы потом все опечатываем. Пытается, да, вас прям... Вот чтобы вы дали слово. Вот в этом и возникает проблема у избирателя. Что он снимает, когда я выхожу? Вот прямо на телефоник. Еще раз говорю, нет решения, будет онлайн-трансляция или не будет. Я, например, за то, что вы... Нет, вы понимаете, что это получается... Нет, вот это часть... Поэтому преждевременный разговор. ...публичного анализа и разговора. Вот мы являемся... Мы граждане Республики Молдова. Конечно. Мы же не просто какие-то подчиненные. Мы граждане Республики Молдова. Мы даже не политики. Мы просто как граждане. Коллега, давайте так, чтобы закрыть эту тему. Я вам даю слово, что если будет зависеть от меня, если спросят мое мнение, хотите ли вы, господин депутат Дудник, чтобы это была онлайн-трансляция, на всех площадках, во всех переговорах... Запомните, я просто говорю. Да, вот именно вот это заседание. Обязательно хочу, чтобы это была онлайн-трансляция. Господин Цуркан, вы тоже. От нас ничего не будет зависеть. Не надо, господин Цуркан. У нас решения принимаются коллегиально. Это как у вас. Теперь... Хорошо. Я... Значит, меня волнует непонятная статья. До сих пор мне одной, наверное. Потому что многие как-то не сильно этому уделяют. Сейчас смотрю. Внимание. И касается эта статья «Фото со знаменитостями». Я, насколько понимаю, что в законе, в период предвыборной кампании нельзя размещать фотографии с людьми, использовать имидж других. Но почему-то одним это сходит с рук, а другим это не сходит с рук. Я хочу понять, как закон... И, Владимир Иванович, самое главное, вас спрашиваю вот сейчас по этому. Этот раз как-то вот это будет внесено дополнительно? И будут ли этим вообще кто-то руководствоваться? Я прошу прощения. Вот вчера чудные встречи у президента были. Вы же посмотрите. Там тут и президент Соединенных Штатов, и Меркель, и президент Франции. То есть везде... И я подумала, господи, как хорошо, что это не предвыборная кампания. Была предвыборная кампания, сто процентов сказали бы, вот. И я почему-то думаю, что здесь были бы санкции. Вот давайте подумаем. Владимир Иванович. На сегодняшний день избирательный кодекс четко запрещает в период избирательной кампании кандидатам, представителям кандидатов, ну, те, кто в этом участвует в процессе, использовать, а, изображения, как государственных учреждений в ходе своей избирательной кампании, символика государственная и так далее, и так далее, так и использовать изображения, а тем более встречи, интервью, похлопывание по плечам или пожатие рук с официальными лицами другого государства. Точка. Кстати говоря, мы об этом тоже, когда была ситуация с господином Анастасией, мы тоже об этом спросили суд. Но суд это как-то вот... Вот как-то вот, понимаете, вот я и все время так. Хотя, в принципе, в избирательном кодексе это есть и сегодня. Это положение комиссия соответствующая не предложила изменить. То есть это правило остается псиле и на эту избирательную кампанию. Я считаю, что прекрасно терять это. Да, если можно курить, потому что у нас остается 8 минут, а у меня еще... Для всех, конечно. К моему большому сожалению, реальность в государстве, в республике Молдова такова, что эти прецеденты могут существенно влиять на ход... Ну, мы знаем, да. ...и на решение избирателей. Что касается конкретных случаев. Значит, выборы, башканский выбор в 2014 году. Фотографии кандидатов в башканы. У меня такое впечатление, что мы весь эфир находимся в Гагаузии. Ну, я привожу конкретные примеры. Нет, вы все время... Я хочу, чтобы люди... Слушайте, вот вы учитесь, учитесь у Канду. Он хоть приводит в пример Америку. Я по теме говорю. Мы понимаем. Ну, вы мне закрываете рот. Извините, я первый раз на вашей канале. Боже упаси, я вам завещу и закрываю рот. Вы больше всех говорите. Я говорю на тему, которую вы инициировали. Значит, предвыборный период башканских выборов в Гагаузии. 10 кандидатов, у которых не было возможности сфотографироваться с Валентиной Матвенко, с депутатами Госдумы, с Нарышкиным, со всеми остальными. И один кандидат, который имел возможность сделать эти фотографии. В итоге результат однозначно в пользу кандидата, у которого была такая возможность. Если говорить о правом сегменте, любой кандидат, который имел возможность фотографироваться с политиками, глобальными политиками, которые открыто агитируют за, допустим, унионизм в нашем государстве. Это сразу давало толчок этому кандидату. Поэтому это решение было принято правильно. Я был одним из инициаторов этого решения. И согласен с тем, что они остались в силе. Главное, чтобы они действовали теперь. Теперь вопросу мало времени остается, но все время говорят о соцсетях и их роли в предвыборной кампании. Вот с каждым днем все больше и больше пользователей становится. У нас в основном полстраны сидит, наверное, даже больше сидит в Фейсбуке. И от того, какие материалы появляются там, как проявляют себя там политики, зависит очень-очень многое. Кто-то собирается регламентировать то, что происходит там? Собирается. Кто? Значит, очень деликатная тема относительно того, как могут использовать социальные сети в предвыборной кампании. Нет, вы не слышите вопрос. Вы сказали, что собирается. Я спросила, кто? Дайте мне закончить свою мысль. Вы начинаете говорить, что это важно. Я согласна. У нас 5 минут осталось. Пожалуйста. Именно потому, что эта тема очень деликатна. Именно потому, что эта тема требует особого анализа, особой экспертизы. Именно потому, что эта тема требует изучения международной практики. Мы вернемся к этому вопросу после выборов, которые состоятся в 2015 году. На этих выборах, к сожалению, нет решения не только в нашем государстве и во многих государствах мира. Страны Европейского Союза не знают, как решить этот вопрос. Как регламентировать, как установить правила агитации в социальных сетях. Я поняла ваш ответ. Спасибо большое. Если можно очень коротко. В соцсети. Что будем с этим делать? И, может быть, если власть говорит, что, ну, вот, может быть, как-то, я не знаю, самим как-то, я не знаю, предложить законопроект, как-то подумать. Потому что, на самом деле, вы смотрите, заведут кучу левых профайлов. Да? Зрители знают, что это такое. И будут писать, например, да, от вашего имени Владимир Иванович. Всякие не очень лицепри... Или от несуществующих родственников мы не посадим. Да, кстати, вот может быть. И что с этим делать? Очень хорошее решение приняла Демпартия. Когда не знаешь, чего делать, ничего не делает. Это такая русская пословица. И очень хорошо. Потому что, в принципе, мы, будучи оппозиционной партией, даже в президентской кампании, мы соблюдали закон даже онлайн, и на Фейсбуке, и в Одноклассниках. Точно те же самые законы, которые были прописаны в нашей реальной жизни. Да, 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 да. Моя Санду не всегда? Нет, нет, всегда, абсолютно. Не было фотографий. Это мое мнение, но вы можете с ним не соглашаться. Вот это делали, и поэтому на сегодняшний день, я думаю, его не надо трогать. Потому что у некоторых политических партий вот этот ресурс является единственным для того, чтобы провести агитацию. Спасибо, спасибо, что коротко. Владимир Иванович. Конечно, нужно ввести определенные элементы регуляции, потому что это касается даже не только избирательной кампании. Это касается целого ряда проблем морального, этического, правового характера, в том числе последующей оценки этих действий. Но на сегодняшний день решения этой проблемы и кто, как вы спросили, у нас в Молдове нет. Жаль. Откровенно и искренне говорю вам, что жаль. Ну и мой последний вопрос. Все-таки я успеваю, пока меня сейчас не сильно еще ругают за то, что перебирают. Вот эти правила, о которых мы сейчас с вами говорим, пытаемся понять, что будет, что не будет. Я не знаю, открыли ли вы для себя или наши телезрители, ответили ли мы на их вопросы, которые у них существуют. Но вопросы очень важные. Правила, которые будут в конечном итоге приняты во втором чтении, с поправками или без, они будут на этих выборах одинаковыми для всех. Ну вот поживем, увидим. Обнозначно хочу сказать, что правила будут одинаковыми для всех. Другой вопрос, как будут исполнять эти правила, те или иные субъекты всей этой истории. Вот это уже остается, как говорится, пожить и увидеть. Поняла. Владимир Иванович, одинаковые ли эти правила будут для всех? Надежда жив человек. Но реальность такова, что, к сожалению, абсолютной гарантии нет. Абсолютной гарантии нет. Но в этом-то и смысл перемен в государстве. Государство нужно освобождать от захваченного характера. И тогда можно будет к этой теме и к этой необходимости вернуться. Да. В исполнении Молдавии надо ставить закон в углу. Да. С этим никто не спорит. Другой вопрос, сколько мы реформируем нашу систему. Но это отдельная уже точно тема программы. Благодарю вас за то, что пришли. Было жарко. Надеюсь, что телезрители выяснили для себя очень важные моменты. Я думаю, что по теме предвыборной борьбы мы будем еще не раз возвращаться. Спасибо за предложение. Спасибо вам большое. Спасибо. Вы смотрели программу «Полюс». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера.